Вот так придумала Маша, а реализовываю сегодня я. Вы спросите, почему же я вот наконец в таком виде, в таком красивом костюме, понимаете? Ну, привалела Маша, а за красоту должен теперь отвечать в том числе и я. Но на самом деле это все пустые вступления, потому что с нами сегодня красавица Евгения Короткевич, актриса, театра, кино, певица, ведущая. Привет! Я не могу ни встать, ни дать тебе вот так вот, как говорят у нас краба, Евгения. Маша нас подвела. Я знаю, что ты гостья, которую позвала Маша, но я так рад, что я буду беседовать с тобой один. Честное слово, потому что ты прекрасная, вражительная девушка, сидишь напротив меня и даже никто не будет меня, как всегда, перебивать. Ну вот. Давай по порядку. Я готовился, а я всегда готовлюсь к каждому интервью, Жень. У меня вопрос. Очень много точек, которые у нас абсолютно общие. Вот ты сейчас делаешь такие глаза удивленные, а я тебе скажу без всяких прикрас. У тебя отец полковник. Да. Вот видишь, это уже одна точка соприкосновения. У меня тоже папа полковник. Ты пошла творческим путем. И я пошел творческим путем. Тебе было тяжело им пойти, и мне тяжело пойти. Расскажи, как ты все это поборола в самом начале? Ну, папа был категорически против. Он хотел, чтобы я... Ну, во-первых, изначально он думал, что я пойду по его стопам. И были у меня такие мысли, что я буду в будущем, может, тоже женщина-полковник или генерал. Подожди, подожди. Давай не заигрывать этот момент. То есть папа действительно видел тебя военной. Да. То есть он прочил тебе военную карьеру. Да, он думал. На полном серьезе. Да. Он думал, что я буду учиться в Академии МВД. Так. Ну, раз у меня есть умение петь, то буду петь в ансамбле МВД. И как-то это так все представлялось. Но потом я поняла, что в актерской профессии можно быть и полковником, и кем угодно. Ну, уже с возрастом. И даже если нужно, потом спеть в ансамбле Александрова, если это потребуется. Ну да, хотелось бы, кстати. Ты не перестаешь улыбаться. Мы с тобой только начали говорить, у тебя постоянно улыбка не сходит с твоих уст. Вот у нас весьма стандартный вопрос для нашей телерадиопередачи с Машей. Скажи, вот как ты живешь с юмором? Вот что такое для тебя относиться к жизни, к юмору? И вообще как это делать? Ну, вообще и к себе отношусь с юмором. Там что-то, случайно, пошло не так, я начинаю придумывать смешные истории, смеюсь над собой. Мне кажется, это верный путь к успеху и ко всему. Если умеет смеяться над собой и какими-то своими там неудачами или удачами над всем. Кто-то упал, я смеюсь. Сама упала, я тоже смеюсь. Слушай, ну сама упала, ладно, я поднять могу. А так падает человек, в принципе, вместо того, чтобы падать рук, Евгений Короткевич говорит, ха-ха, молодец. Ну да, у меня была на днях история. Расскажи. Моя дорогая сестричка, шли мы с ней гуляли по парку, и она вдруг запнулась и подлетела. Я правильно понимаю, дорогая сестричка, которую зовут Полина? Полина, да. Полина. Я просто, мы просто делаем вид, что в студии Полины нет. Что нет? А мы знаем, что Полина стоит и снимает все это в прямой эфир. Полина, ничего не говори, мы просто будем тебя обсуждать. Извини, Полин, я расскажу, как ты подлетела. Давай. Я вспоминаю эту историю до сих пор, вдруг сижу скучно мне и говорю, Полин, помнишь, как ты позвучишь шлепнулась? Она сначала так дулась, а потом уже теперь уже сама, если я вдруг не в настроении. Жень, помнишь, как я вчера шлепнулась? Она реально подлетела в воздух, ноги вот так в стороны. Это было на улице? Да. Знаешь, я слышу какой-то угрожающий скрип зубов Полины, я вижу уже шаги к нам приближающие, поэтому давайте сейчас разберемся с Полиной и вернемся. Оставайтесь с нами, просто послушаем музыку. Специальный ритуальный танец вот сейчас Евгения производит, чтобы у нас получилась сегодня интересная беседа, и я чувствую, что ты добилась своего. Я открываю официальный источник, а именно твой, твой, Евгения, официальный сайт, и вижу здесь те же самые слова, которые я произнес в самом начале. Актриса театра, потом кино, певица, ведущая. Вопрос обыденный, наверное, ты тысячу раз его слушала и слышала, но скажи мне вот как есть, как ты это совмещаешь? Как вот получается все вот это, и я так понимаю, это не исчерпывающий список. Ну да, так это же, мне кажется, одно из другого вытекает. Ведущая, выходишь на сцену, я вот недавно вела день флага России, до этого еще много всяких мероприятий. Я веду такие интересные мероприятия, фестиваль Турции, ну вот такие более творческие. Я сама погружаюсь и сама от этого заряжаюсь и такое счастье испытываю. Ну а сцена это другое, ты играешь в спектакль, тоже счастье. Очень приторно, хорошо рассказываешь. И тут бы я бы, если бы я был обычным человеком, сказал, да, классно, мы перешли бы к следующему вопросу. Но нет, я не такой, я дотошный ведущий. Ну хорошо, но если бы у тебя в один день было бы предложение сняться в кино, сыграть в театре, провести, я не знаю, день какого-нибудь флага Никарагуа, допустим. И что еще у нас тут остается? И спеть, не знаю, на концерте кого угодно. Вот что? Я бы постаралась это одновременно. И утром бы, например, снялась в кино. Так. Далее провела мероприятие, днем можно его провести. Спектакль, как обычно, вечером с 7 до 9. Так, а киносъемки какие-нибудь ночные как раз вот. Ночные, да. У тебя когда-нибудь бывало так? Бывало, да. Расскажи о таком опыте, что вот просто вот с корабля на бал, потому что я открываю второй источник официальной информации о тебе, а именно твой инстаграм. И там написано, слава богу, я снова в Москве, и ты лежишь в ванне. Кстати, посмотрите, да, обязательно там очень хорошая фотография получилась. Я, знаете, залипал на несколько минут и только потом начал пролистывать вниз. То есть вот буквально с корабля на бал, и вот ты здесь у нас на стороне ФМ. Ну да, я только сегодня прилетела. Вчера, вернее, вечером я была в Белоруссии. Меня пригласили там выступить на 1 сентября в моем родном колледже искусств, где я 13 лет пела, танцевала, играла. Играла на фортепиано, играла на гитаре. Ты играешь на гитаре? Да, и дать напутственные слова учащимся, выпускникам. И там уже первоклассники в этом году появились. Очень было трогательно. Я говорила слова. 10 лет я не была, через 10 лет я приехала и увидела своих учителей, преподавателей. Тех же самых людей, которые учили тебя? Да, да. Друзья мои, я здесь должен, конечно, оговориться. Я просто сдам нас с потрохами, потому что в гримерке, когда мы готовились к интервью, мы обсуждали вот эту поездку в Белоруссию. Там не совсем, конечно, была поездка в Белоруссию, там была поездка через Белоруссию, как некоторые продвинутые жители России делают. Там, ну, откуда ты вернулась-то? С Сыбицы? С Сыбицы, да. С Сыбицы заехала в Белоруссию, собственно, поездка. Заодно в школу повидала. Что учителя? Учителя гордятся? Гордятся, да. И получила много приятных слов. Говорят, мы за тобой следим. Нам приятно. Следят в Инстаграме? В Инстаграме следят. Учителя? Да. И в ВКонтакте. Специально зарегистрировалась я давным-давно в Одноклассниках, потому что там мама и все ее... Им удобнее. Да, да, да. Этому поколению удобнее, я тебя понимаю. В Фейсбуке. Ну, в принципе, я везде стараюсь, потому что там мама, там учителя, чтобы все это знали. Женя, Женя, я все это подытожу. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы сейчас послушаем музыку, а дальше расскажем, куда надо подписаться, и вы тоже будете следить. Я не могу не назвать эти числа, какие-то они все-таки красивые. И напоминаю, кто только присоединился, кто, может быть, только садится в машину, едет по этим пробкам, нескончаемым, потому что у нас начался учебный год, с нами сегодня Евгения Короткевич, актриса театра и кино, певица-ведущая. Ура! Ура! Давай еще раз со всеми поздравимся. Всем привет, кто вас видит и слышит. Мне очень нравятся подготовленные слушатели. Вот есть, я знаю, уже человек, который дозвонился, но прежде чем мы передадим ему слово, я, естественно, еще раз объявлю наши контакты. 495-276-089-9. Это тот самый номер телефона, по которому вы, Евгений, можете задать вопрос. А сейчас у нас Александр на связи, поэтому, Женечка, надевай наушники, будем слушать Александра, что же он хочет нам сказать. Ну-ка. Алло. Александр, привет, это Майк Войс и Женя. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас слышать. Здравствуйте. Здорово, я дозвонился. Мне повезло. Евгений, Евгений, я вашим творчеством просто потемлею, когда вижу вас на экране телевизора. На тот, что собираюсь к вам сходить. Евгений, у меня к вам вопрос такой. Вот вы такая красивая, умная, замечательная. А как вы относитесь к татуировкам? К татуировкам положительно. У меня у самой есть татуировки в виде ласточек. Ничего себе. Да, и каждая ласточка обозначает определенное слово, и огромный за собой несет спектр этого слова. Так что к татуировкам отношусь положительно, и когда это красивое, несущее, хороший смысл татуировки, смысловую нагрузку несут. Ну как здорово, потому что многие говорят, что вот в старости что будете делать с татуировками и прочее. Александр, я знаю, что мы будем делать в старости с татуировками. Мы будем их рассматривать и вспоминать. Молодость! То самое время, когда они были сделаны. Александр, спасибо вам огромное за звонок. Можно снимать, я думаю, наушники, и уже продолжим разговаривать вдвоем. Да, я еще раз напоминаю, 495-276-089-9, тот самый телефон, по которому и вы, как Александр, можете дозвониться. А ты сказала, не одна татуировка. Раз, два, три, четыре, пять ласточек. Ты прям на себе показала. Сколько именно ласточек ты планируешь дальше продолжать? Ну нет, это просто была такая у меня запланированная акция, я решила все свои мечты... В ласточек выразить? В ласточек, да. Я просто, я почему поинтересовался, я вспоминаю начало нашего разговора, не так давно оно было, по поводу папы военного. То есть я примерно понимаю отношение моего папы и твоего, наверное, папы к татуировкам. А мне кажется, он, может быть, их и не видел даже, он меня еще не видел в купальнике и как-то... Ну... Все, Женечка, впереди. Папа, привет! Чтобы не было, кстати, пустых обещаний, я начинаю вспоминать, до того, как мы уходили на музыку, я обещал в соцсети. Давай прям бомби, куда? Евгения Короткевич в Инстаграм. Прямо в одно слово? Евгения, Евгения Короткевич. В одно слово? Да, все в одно слово. Так. Там у меня есть просто домашняя страница, но я туда не пускаю. Это не важно, да? Это все для папы. Да. А Евгения Короткевич есть основная. Друзья, Евгения Короткевич, пока мы снова слушаем музыку, а вы там смотрите, там есть, поверьте, что посмотреть. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Друзья мои, один на всю страну и один сегодня вечером я. Маши сегодня, к сожалению, нет, но зато есть сегодня с нами Евгения Короткевич, актриса, певица, ведущая. И вот я тут же возвращаюсь к певице, вот с этого места поподробнее. Певица, пою я, в принципе, давно. В Беларуси пела в вокально-инструментальном ансамбле «Радуга». А сейчас я пою в мюзиклах с группой «Король и Шут» уже 5 лет. 14 сентября, кстати, будем в МДМ выступать на Фрунзенской, Московской. Мы знаем ДМДМ, Женя. Вот в 7 часов будет у нас рок-мюзикл «Тодд». Женя, я просто, я обрисую для тех, кто нас только сейчас слышит, но не видит, это очень важно. Передо мной сидит, ну, просто обаятельнейшая, красивая, стройная, просто привлекательная девушка и «Король и Шут». То есть у некоторых может, ну, то есть объясни как. Ну, мы, я там, панк, бандитка лондонских улиц, перевоплощение полное. И, ну, довольно-таки интересный рок-мюзикл, где Миша Михаил Горшенёв был главный герой, и это его детище. Сейчас это уже рок-легенда. Всё, как бы, всё, что он задумал, всё воплотилось. И очень крутой, живая музыка, живой вокал, игра очень классная. Хореография потрясающая, паркурщики. Такое прям действие, все выходят в восхищении, все, кто был, мои друзья, все. Слушай, а тебе вообще близка такая музыка? Ну, я полюбила, да, я люблю русский рок, и всё, мне это нравится. А сама что поёшь при этом? Давай-ка развернёмся. У меня вообще такой низкий голос, альт, бархатный альт, поэтому я сама люблю такую музыку петь. Но я написала песню «Наши сны», сама написала, совместно с музыкантами театра «Ленком», и мы сняли клип уже. Клипа пока что нет в сети, но я его, он уже готов. Друзья мои, вот здесь подожди, Женя, я тебя перебью, это ложь. Клип есть, но Женя почему-то не даёт всем доступ к этому клипу. Скажи, когда же мы увидим-то все, а? Ну вот осень, я думаю, что скоро будет и доступ, и я напишу у себя на страничке везде, что выпустился и готов к просмотру мой клип «Наши сны». Какие дальнейшие планы? Ещё будешь снимать или посмотришь на реакцию? Как ты хочешь действовать? Я пишу очень много стихотворений, и думаю, что я уже отправляла много новой тексты к музыкантам. Я думаю, что я хочу уже следующую песню, более такую живую. Эта песня такая романтическая, про любовь, более художественная, театральная, хочется такой танцевальную. Про танцевальную, про расставание, про развод, про новую жизнь. Это у меня уже есть, кстати, есть клип в сети «Мы чужие», называется в Ютубе, Евгений Короткевич «Мы чужие». Ну вот его уже можно посмотреть. Его можно посмотреть, ну он так давно снят, ещё в Афгике я училась, а это уже более такой осознанный, взрослый, другой подход был совершенно. Я думаю, что это будет немножко интереснее, чем тот. Слушай, ну мы будем ждать. Это во-первых. А во-вторых, я снова обращаюсь к твоему сайту, самому что ни на есть. Здесь ты уже ничего не можешь мне возразить. Вот как написано, это вот официальный источник. Я нажимаю вкладочку «Подробнее», и дальше идёт сразу, представляешь, про спорт. Ну а что представляешь? Это твой сайт, ты это знаешь. Твои просто, ну, классные фотографии, красивые фотографии. И написано про спорт, и что ты участвовал в таких конкурсах, как «Мисс Фитнес», «Мисс Бикини», и дальше идёт подтверждение, собственно, всему вышесказанному. Продолжаешь участвовать? Я занимаюсь, да, спортом. Я раньше это было как, ну, доказывала что-то себе, а сейчас я поддерживаю фигуру, мне это очень нравится. Спорт – это часть, огромная часть моей жизни. Вот, Женя, я тебя перебью, почему? Потому что есть цитата. Уже тогда я знала, зачем нужен спорт, и что он мне может дать. Так что он может дать? Ну, это в первую очередь хорошее самочувствие, энергия. Хорошо себя чувствуешь? Прекрасный вид, да. Я постоянно заряжена. Прекрасный вид, я согласен. Я постоянно заряжена на позитив. Если вдруг что-то не так, я начинаю приседать, побегала, всё. Раз, раз, собралась, всё. Вот смотри, ты сейчас на позитиве. Да. Хорошо себя чувствуешь. Прекрасный вид, это уже я могу сказать. Соответственно, про спорт – это одно. Давай с тобой займёмся интеллектуальными играми. Зайдём с другого конца. Мы обычно с Машей играем. Очень просто, если её гости готовят, соответственно, игры она, если мои гости готовлю игры я. Поскольку сегодня у нас совместилось и первое, и второе, приготовил игру я, и она будет, она так и называется вечеринка. Я не буду её рекламировать, она называется вечеринка, потому что Маши нет, и я с красивой девушкой здесь вдвоём. Очень простые правила. У меня есть карточки. Эти карточки половину тебе даю я. Держи. Ещё у меня есть секундомер и моя половина карточек. Мы вот этот секундомер будем, на этом секундомере будем засекать время вот этими песочными часами. По старинке, по-дедовски. Будет идти секундомер, и мы будем друг другу объяснять слова. Очень просто, все слова подряд. Так вот, кто больше объяснит, тот победил. А всё равно, поскольку ты моя гостья, в итоге победишь ты. Вот такой купленный конкурс, поэтому не переживай, просто прикалываемся, получаем удовольствие. Объяснять без слов? Нет, объяснять словами, но не однокоренными. Я покажу тебе привет. Вот ты готова? Да. Я тебе легко могу показать, как это делается. Я попрошу, значит, звукорежиссёра. Секундомер, погнали. Моя очередь. Первое. Итак, игра американская с мячиком и битой. На корте, на это. Да, на корте, практически. Нет, бита, мячик его бросают. Да нет, с битой играют, с битой. Господи. Не знаешь? А кепка по-другому как называется? Бейсболка. А спорт? Ну? Без окончания, без суффикса и окончания. Будет как? Бейсбол, Женя. Бейсбол. Движемся дальше. Любимый напиток дам. Вот что они. Цвет, 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 цвет. И вот оно. Шампанское? Да, но без газиков. Лимонад. Без газиков. Я обожаю такие ответы. Нет, без газиков. Шампанское без газиков. Сок. Так, хорошо. Давай с другого. Из фруктов. Нет, ягода. Гроздьями растёт. Это что? Миноград. Отлично. Какое? Красное. Отлично. Вот видишь, мы пришли. Куча знаний в одной книжке. Как называется? Большая книжка. Большая книжка толстая. Отлично. Ну что, у нас есть секундомер. Ты поняла, как это работает? Блин. Я объяснил три. Всё по чистоку. Скажи, ты готова? Да давай. Да давай. Мне нравится такой подход. Да давай. Так, у нас счёт такой какой? Что? Я всё равно. Да как нравится ты побеждаешь? Ты же у меня в гостях. Так, скажи, когда готова. Давай. Друзья, мы готовы. Погнали. Стою карточку. Ага. Белка носится с чем? С орехом. Да. Орех. Это еврейский человек. Есть такая песня еврейская. Тихо, как раю, звёзды над местечком, высокие, яркие. Ты так поёшь, не хочу тебя перебивать. А про что речь? Это называется человек, который шьёт. Еврейский. Ткач? Нет. Он шьёт плащи, иголка. Иголка? Швей? Швей? Нет. Другой. Портной? Да. Отлично. Два есть. Музыкальный инструмент, на котором играла крокодил Йена. О, ну это гармошка, конечно. Ну, не совсем, да. Вот видишь. Животное. Это не я. Огромное. У него есть рок. Единорог? Нет. Носорог. Жень, мне нравится, как тебе понравилось играть в эту игру. Но подожди, подожди, подожди. 4-3. Ну вот. Но ты всё поняла. Да. У нас есть полтора минуты. Ты готова? Да. Смотри, у меня будет тяжелее. Я первый раз играю в эту игру с тобой. Цветной металл. Чёрным становится, когда его моешь. Цветной металл. Кастрюля из? Кастрюля. Алюминия. Алюминия, конечно. Вот ты красивая, а я нет. Я что делаю по отношению к тебе? Завидуешь. Конечно. Так, хорошо. Поливаешь огород из чего? Лейка. Ну не, ну в 21 веке включаешь кран, их чем? Шланг. Отлично. У нас с тобой мы здесь вот. Беседа. А когда мы вот так вот-то мы. Ты на стуле, я на стуле. У нас с тобой здесь. Общение расслабленное. Нет, на стуле что делают? Посидим. Значит, у нас с тобой с приставкой. Ты можешь идти, а можешь пойти. А ты вот, значит, сидишь, у нас что? Посидеть. Только присесть. У нас, существует, у нас с тобой посидеть. Посиделки. Ну, конечно же. Вот у меня что есть большое? Я в него кушаю. Живот. Большое совсем. Оно, оно. Пузо. Ещё есть другое. С другой буквы начинается. Слушай, ухом, а не... Брюхом. Отлично. Ты доктор, я твой. Пациент. Мне очень нравится, что ты это сказала сама. Какой счёт? Да неважно, ты побеждаешь. Ты готова? Да. Давай. Поехали. Змея... Это не ты, я не могу так сказать. А гадюка? Нет. Уж. А нет, уж не опасный. Битон. Кобра. Да. На дороге возникает... Что? На дороге возникает пробка. Машина в мотоцикл... Нет. И машина в мотоцикл могла врезаться, но не врезался. Что это? Инцидент. Нет. Могла врезаться. Произошла авария, она не произошла, и что же? А он не врезался. Нет. Что получилось? Какое это происшествие? Не происшествие, а по-другому. Чезвычайное. Нет. Дорожная. Ситуация. Дорожная ситуация, опасность. Нет. Женечка, продолжай. Продолжай, ты должна победить. Ну что же. Я же говорю, на дороге. На дороге, дорожной. Просходит ситуация. Дорожная, опасная, маневр. Какая? Опасная ситуация. Нет, другая. Ну не опасная. Аварийная. Давай еще один, ты победила. В книге есть положительный, отрицательный. Герой. Нет. Характер. Нет. Персонаж. У человека, он поет, танцует, рисует. Бездельник. Нет, что это у него есть? Талант. Да. Я смею тебя огорчить, у нас время. Женечка, у нас время. Женечка победила в любом случае, потому что, ну что, Женя пришла ко мне в гости. Когда я приду к Жене, естественно, буду победителем я. Сейчас мы будем праздновать победу. Вы смотрите клипы, слушайте музыку, мы возвращаемся. Ура. Евгения Короткевич, актриса, театр, кино, ведущая, певица. Здесь не будем занимать время, мне сказал звукорежиссер. Выход у нас будет не очень большой, поэтому мы все должны уместить. Женя, какие у тебя планы? Это самое главное. Все, что было в прошлом, это никому уже не интересно. Это вот, знаешь, надо закрыть дверь и оставить где-то позади. Что в будущем? Друзья, 14 сентября приглашаю вас в МДМ на рок-мюзикл ТОД с группой Король и Шут. Так. 23 сентября мы едем в Питер. Так. В Питере пить. В БКЗ Октябрьский. Я не пью вообще. Молодец. На октябрьский будем тоже играть ТОД, так что я всех приглашаю. Подписывайтесь на мой инстаграм Евгения Короткевич, там я пишу свои стихотворения, выставляю песни, я пою и много всего интересного. Также у меня есть поющая такса, мистер Дик, но в инстаграм его можно найти, Дик Звезда. Дик Звезда, и он правда поет? Он поет, правда, и танцует, и мы с ним гимн России пели. Так. В общем, очень талантливый пес, всем будет интересно посмотреть. Дик Звезда. Дик Звезда. Я зацеплюсь только за одно из вышеперечисленного всего тобою. Стихотворение. Хочу. Стихотворение, я пишу много стихотворений. Есть что-нибудь позитивное такое, знаешь, вот в понедельник, все-таки началась неделя, давай вот что-нибудь такое, чтобы на всю неделю. Давай, там, не знаю, там, муха села на варенье, вот и все стихотворение. Это басня, но это не моя басня, а басня Крылова. А, прилетев с помойки на цветок, лентяйка муха пчелку повстречала. Так. Так, ободком своим цветочный сок по малым долькам собирала. Летим со мной, так оборотясь к пчеле, сказала муха глазками вращая. Я угощу тебя там в доме на столе, такие сладости остались после чая. На скатерти варенье, в блюдцах мед, и все за так, все даром лезет в рот. Нет, это не по мне, ответила пчела. Так, доваляй, трудись, лентяйка прожужжала и полетела в дом, где уж не раз была, но там на липкую бумагу вдруг попала. Женя, вот на этом месте мы остановимся. Почему? Потому что мы не можем не дать шанса дочитать зрителям, слушаемым самим, все-таки это Крылов. Но мне очень понравилось, когда ты все это декларировала, как ты смотрел мне в глаза. Я хотел уже перейти к Блицу, найти Блиц в своем планшете, но я не мог просто оторваться. Слушай, ты завораживающе читаешь басни, вот что я хотел сказать. Но тем временем у нас Блиц. Очень просто, не надо думать. Я сейчас сказал, распился. Просто надо вот, знаешь, по даосизму сразу отвечать и все. Ну, готово? Да. Погнали. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Идти по жизни с юмором это? Это счастье. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? Танцевала. А 2018? Пела. Хорошо. Когда я буду таким же креативным, умным, но старым человеком, я скажу своим... Ну и красивым, естественно. Я скажу своим прапраправнукам. Занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом. И, если бы не юмор, я бы сейчас... Крустила. Евгений Каратевич, не грустите, была сегодня с нами в понедельник. А я обязательно останусь здесь и расскажу вам еще про новости. И еще у нас будет сегодня программа по заявкам. Еще два часа с вами здесь, Майк Войст. Спасибо. Слушаем музыку. Спасибо тебе, Женечка.